На Кафтане площади 1 есть N заплат площади T. Разумеется, T число не больше 1. Найти минимально возможную, а вот дальше замечательно, максимальную площадь пересечения двух заплат. Смотрите, что мы делаем. Мы располагаем заплат N штук, N заплат на Кафтане. И после этого для каждых двух заплат смотрим их пересечения. Получается, какие-то числа. Если чисел много, число сочетается N подвода, N уложенные отмены цены пополам. И они могут быть маленькие, могут быть большие, не больше, конечно, каждая из них. Так вот, из них мы берем самую большую величину. И смотрим, какую взять систему заплат, чтобы вот эта самая большая величина была бы как можно меньше. Давайте я сразу скажу, что если эту площадь обозначить буквы S, то понятно, что S равно 0, если T не больше, чем 1 N. То есть для целого кусочка значений T уже все понятно. Почему? Просто мы можем расположить заплаты, чтобы они не пересекались. Согласны? Согласны. Отлично. А вот теперь давайте для того, чтобы было все легко рисовать, возьмем конкретное значение N равно 5. Давайте нарисуем график зависимости величины S от величины T. Смотрите, что мы при этом должны сделать. Во-первых, мы должны нарисовать единицу, вот это число 1. И сказать, что когда мы делим этот отрезок на 5 одинаковых частей, то вот этот кусок графика мы уже знаем. Вот он. И вот по этой я себе буду отмерять S, по этой D. И вот эту точку графика мы тоже, конечно, знаем. E сравняется с единицей, когда T равно единице. Почему? Потому что если T равно единица, значит, заплата совпадает со всем кафтаном. 5 заплат, каждый из которых кафтан, это, конечно, весь кафтан по-прежнему. Значит, мы знаем вот такой кусок графика, и мы знаем одну точку этого графика. Я сейчас напишу некоторые неравенства и тем самым докажу оценку снизу. То есть я найду некоторую кривую, над которой находится наш график. После этого я докажу, что на самом деле каждый раз есть пример, который дает ровно такое количество, и получится, что наш график как раз тем, что нужно. И вот вы говорите, минимальные и максимальные пересечения будут приближаться, да? А вы понимаете, что это должно быть, если вы будете решать это очень математически? Это вы должны устроить некоторый процесс перекройки кафтана, правильно? То есть вы должны объяснить, что если какие-то две заплаты слишком сильно наложились на дружку, то тогда я от них как-то вот это вот, да, вот это пересечение уберу и положу его туда, где, да? Ну, в принципе, начать этот процесс перекройки я могу. Например, если у вас лежат заплаты, но не весь кафтан покрыт, а при этом Т больше, чем одна энная, то можно там, где заплаты накладывались, этот кусочек переложить туда, где, понятно, да? Одну заплату оставить, а вторую туда положить, и от этого станет лучше. Разумно. Только вот это очень тяжело срабатывать. Что это? А заплатки целые обязательно должны быть? Нет. Это задача про мужество. То есть представьте себе, что это кафтан, который побывал в боях, его много раз резали, сшивали снова, там эти заплаты перекраивали или нет. Заплата – это понятие юридическое, а не то, что это один кусок ткани. Дальше. Это можно примерно представить как игру. У нас дана матрица, и у нас есть строки и столбцы. И то есть нам нужно выиграть как бы в игру, что вот смотрите, мы выбираем столбец, то есть кто-то выбирает столбец, мы выбираем кто-то. То есть нужно идти максимальный элемент, минимальный. Это игра, чем вы думаете. Игра более мрачная. Эти заплаты, они еще и меняться могут. Вы должны так подобрать эти заплаты. Понимаете, вообще, какое важнейшее свойство у любого места на ткани? Скольким и каким именно заплатам оно принадлежит? Правильно? Но уже ставчет. Бывает какое-то место, которое принадлежит первый, второй и больше, чем он принадлежит. А есть какое-то место, кто принадлежит второй, третий, четвертый и больше, чем он. И так далее. Этих очень много этих вариантов. И вы запутаетесь в них, как перекраивать. Вот было какое-то четверное пересечение. Вы его пытаетесь перекроить. А во что его перекраивать? Понятна проблема? Вот. Поэтому, с одной стороны, можно таким способом задачу решить. В принципе, такой процесс перекройки можно с ним представить. Но я очень не советую. Очень не советую, потому что, наверное, вы должны быть. Ребята, писать неравенство в этом случае, на самом деле, легче. Да? Как насчет удержения в автоматике? Предположим, есть N-е количество закладов, которые мы пресекаем. Это заклад, да. Да. Ну, по кей-карту, которые здесь еще не пресекаются. Не пресекаются. Среди них, либо они все одинаково пресекаются, среди каждого. Да, да, да. Либо есть какое-то большее. Да. Выбираем максимальное, а остальные можем убрать. Нет, мы не можем остальные убрать. Они максимальные... Извините, там скучные условия. Площади всех заплат одинаковые и равны T. Поэтому просто так остальные заплаты не отбросить. Ребят, как ни странно, этот процесс перекройки требует от человека довольно серьезной математической культуры. Потому что вам нужно сформулировать какие-то правила перекройки, и это не так просто. Еще раз, я не хочу счастливить эти люди. Субтитры создавал DimaTorzok